Великую Моралию 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 Далее выступление господина Красимира Иванова, доцента кафедры теории славянского языкознания БГУ, кандидата филологических наук. Тема его выступления – деятельность учеников Кирилла и Мефодии в Болгарии. Далее выступление господина Кирилла и Мефодия в Болгарии. Мефодия не развивалась, потому что просто не было того, кто бы ее передавал младшему поколению. Она вдруг появилась в периоде национального сознания, когда словаки в исторических источниках искали аргументы против венгерскому, то есть маджарскому, национализму. Вероятно, первым, кто интегрировал в историю территории термин «киромефодическая традиция», был Юрий Папанек в конце XVIII века. Однако он не выходил из исторического сознания словаков. «Напротив этого была идеовая структура без реального содержания». И теперь приходит другий цитат. «Кидромефодическая традиция проникла в Словакию поздно, с XIV-XV веков, из соседней Моравии, а затем идеологически с XVII века, но особенно в XIX веке». Это написал профессор Матуш Кучера, мой мастер. Основным мотивом моей работы будет поэтому вопрос «континуйте или дисконтинуйте» разрыва этой традиции словакской, венгерской, государственной, культурной памяти. Великомуравская традиция в венгерском королевстве в его максимальных переделах в средние века и ранее новое время, а в конце концов и позже, состояла из двух частей. Традиция короля славян и мураван святого полка. И другая часть — это кидромефодическая традиция. Кидромефодическая, мефодиевская традиция, в свою очередь, в себе включала вариант православный и католический, римский. Православными наследниками этой культурной парадигмы являлись православные славяне королевства Сербии, восточные славяне в границах королевства и романско-говорящие предки современных румын, валахи и молдаване. Католическими наследниками являлись хорваты, но также, как выясняется, и славяне в Словонии, и панонские славяне. Православную традицию также характеризует, что в некоторых случаях совпадает с византийской, и иногда их друг от друга довольно трудно отделить. В случае католической традиции, особенно на первом этапе, очень трудно отделить изначально двуязычных славянско-латинских бенедиктинцев от чисто латинских бенедиктинцев. Не везде, за исключением Хорватии, и позже, после их переселения в Прагу, Краков и Олешницах, можно об этих монахах говорить как о глаголажах. Кроме того, в самом начале это необходимо уточнить, что конкретно мы подразумеваем под термином кирло-методическая традиция. В более широком смысле это любое использование глаголицы и кириллицы, и, следовательно, любое появление старославянского языка и всех его наследующих дериваций. В узком смысле это прямое продолжение на идеи, которые находятся в основных произведениях моро-панонской литературы, в житии святого Константина Филозофа и в жизни святого Мефодия. Этим прямое вселание назначения обоих кессалонийских братьев. Но давайте вернемся к вопросу непрерывности или разрыва километодического наследства на территории Карпатского базина. Этот вопрос не может быть решен без определения носителей памяти, memory bearers, об этих двух братьях, но особенно об их произведениях. Наиболее общее расширение километодической традиции в этом геополитическом пространстве на самом деле показывает факт, акцентирован во время народного восстания в 1046 году в Патиси. Его носителями были последователи обучения Мефодия, следовательно с точки зрения тогдаейшей католической церкви эротики. Насителями этой традиции были тогда обычные люди, формирующиеся венгерского королевства, особенно славянского происходения. Причина была просто. Непрерывность и целостность запрославянского наследования между нынешней территорией Словакии и Славонии и Хорватии, да и территорией вдоль реки Киса, по Кисе. Неблизко не было такая однозначная, как это этому сегодня. Соответственно, мы не можем исторически упрощать ни наше отношение к носителям культурной традиции, святых апостолов, славян, ни взгляд на территорию нынешней Словакии, которая в ее сегодняшних границах вышла из корпуса венгерского королевства только в 1918 году как восточная часть первой Чехословакской республики. Следовательно, если мы понимаем и принимаем исторические и культурные процессы, перенос традиций, перенос памяти во всей их целостности, мы и так должны смотреть на этот вопрос о преимущественности или разрыве кирломефодической традиции истории современных словаков. Кажется, что активными творцами и носителями кирломефодической культурной памяти были особенно монашеские общества, которые в своей повседневной жизни использовали глаголицу кирлицу и церковнославянский богослужебный язык. Сегодня история признает, что существовало несколько таких взаимно действующих славянских монашеских обществ на территории Задунайска, современная Венгрия и воеводина Сербия. Одно из основных центров бывшего венгерского королевства был в ней кинский монастырь Вишекрад и Тихо, сегодня Тихань, и женский вазильянский монастырь Веспрем, но особенно с ремска Дмитровица, где родился святой Дмитрий, покровитель города Салоники, из которого вышли святые Кирил и Мефодия. Некоторые византийские элементы а посредством волнения кирломефодической средой могут быть определены даже в житиях святых Сворода и Бенедикта, в древнейшем агеграфическом памятнику из территории Венгерского королевства, а также княжества Нитра, приблизительно сегодняшняя Словакия. Например, привычка поста святого Сворода на способ пустынного старика святого Зосима. Благодаря текстовому и лингвистическому анализу и критике на сегодняшний день мы можем определить и перенос собственной церковной правовой традиции Мефодия в Панонии и Киевской, в Киевскую Русь, даже без посредничества болгарской культурной среды. Это, например, касается частей изказания о преложении книг с повестки пременных лет, пасем, что Хоцел княз поставил методию епископа в Пании на месте святого апостола Андроника, ученника святого апостола Павла. А то, что набора древнейших западославианских молит известного как киевский мисел, киевские глаголические листки. В этой связи стоит припомнить церковную структуру Панонского княжества, созданную прибыльной и его сыном Коцелем, которая, как показали результаты исследований в Блатнограде в Заловарх сегодня непрерывно сохранялась до XII века. Таким образом, если мы можем обосновать существование таких центров, следовательно, мы должны предполагать и непрерывную целостность наследия святых Константина, Кирла и Мефодия. Свою роль, он, конечно, здесь сыграл и факт, что до 1056 года, соответственно, в 1204 году христианство еще не являлось разделенным на два лагеря, православный и латинский. Таким образом, венгерское королевство в этом контексте вряд ли можно считать чисто католической страной. Несомненно, не просто так случайно на этот специфический аспект венгерской церкви показал Папа Гонорий III, когда предупредил корола венгерского Андрея II, чтобы вместе с православными поддерживал и фундовал их католические монастыры. Однако Киро методиевская традиция не могла быть неизвестной в самых высоких кругах венгерского правительства. Особенно тогда речь идет о славянских женах венгерских королей из династии Арпадов. Просто для статистики следует отметить, что из 17 королей и герцогов крови Арпадов 10 королей и наследников имело православные жены русские, сербские и греческие. Отдельно статистика показывает следующие 5 русских, 4 греческих и 1 сербская. Трудно сказать, которая издана в конечном счете могла быть самой влиятельной в плане продвижения программы святых Кирла и Мефодия. Мы считаем, что это была Анастазия, дочь Ярослава Мудрова, которая участвовала в фундациях двух вангерских монастырей. По-видимому, и этого в Вишеграде, который широко известен как место, куда прибыли после изгнания славянских монахи из монастыря Сазова в Чехах и с точностью монастыря в Тихане, уставная грамота которого на латинии, но вся традиция этой области вокруг озера Балатон, как показывает сказание о проложении книг, и существование большего до венгерского центра в районе озера Балатон было пропитано более древней культурной, политической и религиозной подшвой. Анастазия знала кириллицу, поскольку ее знала и использовала и ее сестра Анна, королева Франции, которая кириллицей подписывала документы, которые сама выдала. По этим причинам мы считаем, что он именно в это время формировав венгерское королевство значительно традиции великой морали, в частности займкой западославянского названия корол, который венгерские короли унаследовало от святополка I. Византийских источниках с 10. века венгерские правители уже выступают именно под этим названием и не под обычным названием архон уставная грамота монастыря виспреме надпись на венгерском королевском короне неправильно приписанной Стефану I. Ну и наследнее. Но не менее есть еще кошелек святого Стефана, который по мнению Юлии Моровчика должен иметь на своей внутренней стороне надписи на Kirillice. Поэтому говорить о разрывности киромофилического наследства в венгерском королевстве и тем следовательно и у Словаков в раннем средневековье не является и не может быть адекватным. Незаменно число доказуемых прямых данных, которые бы ее в течение 12 и 12 века демонстрировали, особенно если речь идет о центральных частях венгерского королевства задунайского, трансданубия и нитрианского является минимальным. С другой стороны и в Чехии или в странах хорватского королевства католические верующие поклонники святых Константина, Кирилла и Мефодия встречались особенно во время понтификата великого святого папы Григория VII с серьезными проблемами, которые касались непрерывности и retransляции этих двух святых. Менее проблемным был конечный Мефодий, который получил римское архиепископское священие в Сремской Митровице и вместе этим перебрал и продолжил традицию святого апостола Андроника одного из 70-х. Все это гарантировало его культу более простой развития. С другой стороны, на многих отношениях не совсем понятный, четкий и прозрачный Константин философ и его работа наверное производили у римских теологов богословов множество вопросов и непределенностей, как например его учение о женской сущести в Софии, мудрости логос, мифической невесты Константина или также его понимание святой троицы по примеру Фотия или даже его аргументация в пользу церкви славянского языка как богослужебного языка славян в литургии. Поэтому и по этой причине было крайне важно чтобы все кто в той или форме хотели удерживать и развивать километодическое наследство смогли от них в какой-то степени формально отрезаться держать дистанцию. Самый який пример был в Чехии где это привело к табуруванию их имен в чесской культурной среде и переименована их на Кирилла на цирха и Мефодия на страхоте. У хорбатов мы наблюдаем чистую субституцию имена Константин на святого папу Ерониман известного тоже своим переводом вулгаты с греческого на латинское. Принятие традиции святых Кирилла и Мефодия у католических славян именно таким образом хотя не соответствует исторической правде но помогло ее удержать при жизни. Этой научный обман несомненно выполнил свою необходимость оказалось содействие и содействие в передаче исторического литературного богословского наследства в католических странах Центрально-Восточной Европы в течение всего XII века. Даже позже в частности и последних десятилетиях в конце XII и начале XIII веков во время сильных пап римских которые не приятали свою страсть для решения вопроса раскола между восточным и западным крестьянством. В этой роли сыграли важные действия и венгерские короли которые идеополитическая доктрина особенно с времени Белой III то есть конец XII века извините между прочим воспитанного в византийской среде направлялась больше и больше на Запад. Очевидным однако это стало только после завоевания Константин Днопола в 1204 году. когда во время правления Андрея II венгерское королевство начало военно распространять католическое римское христианство на северо-восток на Галинско-Владимирскую Русь на юг в Басну и юго-восток в районы риминских дунайских княжеств. Андрей II в данном случае не был еще совсем идеальным инструментом. Выше указанная поддержка некатолических монастырей надпись в Кириллице с именем его сына Коломана корона русских в Галиции непрозрачная оппозиция наследника Андрея юниора в Галиции из которых неясно стал ли он или нет православным из-за его брака с дочерью Мстиславом Мстиславовича Удалово или изгнание Теутонского ордена из страны в 1225 году и другие гораздо более эффективными эффективные инструменты однако эта проримская политика нашла у его сыновья особенно это касается Коломана Галицкого который завоевал в 1235 году эритическую пасну иначе и в письме и в литургии поддерживающую традицию святой Константина и Мефодия и Белли младшего венгерского короля который стал не только преемником Андрея Второго но и бескомпромиссным католиком и возможно также тем венгерским королем который в конечном счете способствовал окончательной католизации большей части венгерского королевства это даже вопреки тому что его жена Мария была первоначально православная поскольку родом она была из византийской императорской семьи Лас-Карису именно Белла и его жена внесли значительный вклад в ликвидацию Вест-Кремского Вазельянского монастыря который был первоначально призначен для цистерциатской судьбы но позже его забрали доминиканы вернее Беллу и был здесь основан женский монастырь этого ордена Белла сюда чтобы подстраховаться поселил свою дочь Маргиту Венгерскую Божию Святую Похожая судьба кажется встретила во время правления Белли Четвертого и Славянский Вишеград и постепенно и монастырь в Тихане и Друхе Мы не можем ни определить ни подробно специфицировать масштаб всей катализации Белла Четвертого но с уверенностью можно предполагать что она коснулась главным образом центральных частей Венгерского Королевства Свою роль тут сыграл несомненно на это время модные латинские ордены цистерциты доминиканцы и францисканцы и тоже госпитес гостя говорящие на западноевропейских языках особенно немецкие и католическая эксклюзивность среди населения с другой конфессиональной ориентацией в основном православной им приносила не только политическую а и экономическую эксклюзивность в основном в Словонии в Транссуане и других странах парадокс этой ситуации в том что Белла четвертый две из-за своих дочери из-за прагматическо-политических целей обвенчал за раскольник на раскольниках она вышла за Ростислава Черниковского и Констанция за лва Даниловича сына Галицко-Владимирского правителя Данила Романовича Ростислав Черниковский в Мачпанском банате то есть в месте которым управлял остался православным и вместе с ним и весь его двор тут мы столкиваемся следующей не совсем на данный момент исследованной проблемой непрерывности киломафедического наследства в католической среде Центрально-Восточной Европы именно к правлению чешского короля Золотого и Железного Шемислава Второго который правдоподобно обратил внимание на возможность оживления наследства фессалонийских братьев особенно когда это касалось его университет универсалистского славянского аспекта это с точностью не совпадение что во время его правления были образованы две церковно-правовые славянские провинции францисканская и доминиканская их центром являлась Прага был и масштаб расширения достиг киевско-русский киев если они достигли этих края вопросом остается если прошлись и по территории сегодняшней Словакии однако надо обратить внимание на то что тоже на другой стороне венгерского корреста была создана францисканская провинция обсервантов в Боснии которая оказалась важным звеном в преимущественности старославянского языка и лирского в западных славянских областях в 1228 году была в Велеграде в Моравской Словакии асвященная цистерцианская базилика Деви Марии Велеград была расположена рядом с древней Великоморавскими центром Угарской храдищи и садой на Мораве сама базилика была построена рядом с Мадрой Великоморавским пунктом собственным храмом со временем ческого летописта Далимила на самом деле имено Велеград припоминается в качестве основной резиденции архиепископа Мефодия Традицию Мефодия заимствовали главным образом епископа из Оломовца и позже архиепископа Чуть позже она была обновлена венгерскими ученами и для территории Венгерского королевства В 1644 году например jезуит Melchior Inhofer виделил святово Мефодия как первого архиепископа Венгров напомним лишь что будь то случайно или не случайно в первом посвящении базилики Велеграде принял участие и нитрианский епископ Якуб и тоже то что чесской королевой была дочь Белли Третьего Констанция Новый качественный и количественный этап распространения культа святых Константина и Мефодия начался после 1347 года когда чесский корол и римский император Карл IV основал в Праге монастир на Слованах и Маузи и пригласил туда 80 славянских монахов правдоподобно с острова Пашман в Хорватии в дополнение к устранению раскола между церковью восточной и западной имел для этого и политические доводы первое и другое выдал прибег Пулкова из Раденина кроникар Карла IV сначала так что своего летописца Пулковой что ртом своего летописца Пулковой поджеркнул возвращение к муравскому королу Святополку Святополку в это время принадлежали страны как Польша и Россия и столица и королевства Белгород Велеград и это муравское королевство было позже 190 лет спустя значим в 1086 году восстановлено императором Генрихом Третьим этого имена и согласием князей и перенесено в Чехию поскольку этом император воздвинул чешского княза Братислава в короля и Чехии превратились в королевство и из муравского королевства сделал марк графства и эту марку вместе с княжествами и странами которые до этого Святополку наследный муравский король присоединил к муравскому королевству посчинил император короне и чешскому королевству средство которое это должно было обеспечить должно было быть возвращение к славянской литургии цитат этот блаженый Кирилл ведя отучение и неверность моровьян и славян потребовал любезно у папы римского разрешения чтобы службы и другие и другие богослужения отмечались на славянском языке потому что не верил чтобы их мог как-нибудь по-другому укрепить веру но такое заявление папа считал шуткой а когда об этом думал и советовался советом кардиналей и епископа и сразу же раздался голос с неба говорящий пусть каждый дух хвалит Господу и пусть каждый язык его исповедает здесь папа услышав это чудо навсегда установил чтобы службы и другие богослужения можно отмечать на славянском языке конец цитата календаря Два календаря, которые были частью модельников. Это списки, вы здесь его видите. Здесь есть цитли Эпетудии, это праздник 9 марта. Но и Братиславский цитли Эпископору, тоже 9 марта. Отличительной чертой обоих текстов является факт, что их истоки можно рассматривать в Оломовском календаре, из которых помимо святых Константина и Мефодия взяли и целый ряд ческих святых, как Вацлав, Людмила, Войтех, Прокоп и другие. Кроме того, на примере спискового календара нельзя исключать и локальные влияния. 13. октября – праздник святого короля Коломана, ученника, уже упомянутый Коломан Галитский, ранен в битве на реке Шаю в 1245 году, после чего скончался. С другой стороны, списки календарей содержат и праздник святого Симеона, который, как известно, был покровителем венгерской королеве Елизаветы из династии боснийских Котроманиче с центром в Далматинском Задоре. Этот факт показывает на то, что сама династия Анжу в то время для себя уже достаточно хорошо осознала важность Кирло-Мефодической традиции. Несомненно свою роль здесь сыграла программа Карла IV, как бы не идеалистическая, она являлась которой он создал Глагожский монастырь в Праге и этим шагом достигнуть удаления раскола между Западом и Востоком. Опыт с более глубоким проникновением в православный мир, однако, был именно у монархов из династии Анжу. Во время Людовита Великого приняли политическое направление перед идущих королей из династии Арпадов на Западном Балкане, не в временских дунайских княжествах, но именно в Западной Руси, которую, так как раньше Андрей II, Людовит Великий, тоже присоединил к венгерскому королевству. Сформулирование высшей идеи Карла IV об устранении запад-восточного раскола в таком венгерско-православном контексте могла и должна была сыграть вспомогательную роль, как интегральная идея новосознанной католической православной среды могла и должна была выполнять роль совместного источника или знаменателя для возможного диалога между обоими религиозными конфессиями. Неудивительно поэтому, что Хедвигарс Анджу с 1997 года, тоже святая, дочь венгерского и польского корола Людовита Великого, в 1390 году фундовала тоже славянский бенедиктинский монастырь в Клепаже, в Кракове, теперь часть Кракова. И, вероятно, и владела целым славянским евангелистарием списки мислов и его отличительный календарь, поэтому является не просто перенесенным обновлением ческоморавских философских концепций венгерское королевство, особенно на территории сегодняшней Словакии. Он также отражает опыт старшей политики арпадов Галицкого в Владимирских землях. Святой Коломан, корол, мученик спискового календаря был не просто своеобразным списком святым, собственной историей связанной с пишем и первым латинским галицким королем, Рекс Галиции, Рекс Руси. 9 марта, как особый праздник святых Кирла и Мефодия, следуя ческоморавский и венгерский пример святая Хедвига Анжу, вела этот праздник и в Польше. Как польский монарх, польская государиня, Рекс, а не Регина, Полония, она позже использовала приз, соединяв Западную Русь, наследство своего отца Людовида Великого к польскому королевству. Это направление позже принял и Ягел. Венгерское королевство дальше обновляло в частности балашско-рыминских и западобалканский масштаб километодистской традиции, которая в списке мисал вошла посредством славянских литургических практик роснинских котрманичей из династии, которая вышла, как мы уже сказали, Елизавета, мама святой Хедвиги Анжу. В более редких формах здесь, в латинской литургической среде, находим отдельные литургические или паралитургические тексты в честь фессалоникийских братьев. Исключением остается антифон в честь двух братьев «Инципит. История Цирли и Эдметудии», который находится в Кремницком кодексе с XV века. Тем не менее, наладит понимание между Западом и Востоком посредством наследства километодической миссии Великой Муравии, несмотря на добрую волю своих главных актеров и распространителей, не получилось выполнить ни в XIV, ни в XV веках. Этому стремлению не помогли ни первые славянские печати на Кириллице в Кракове с конца XV века, о которой позаботился Швайпо Тфио и которые, правдоподобно, оплатил магнат ленгерский Ян Турзос де Бетлановце на Спише. Важность проблемы наследия Великой Муравии и в особенности Святых Константина и Мефодия между Востоком и Западом была вновь восстановлена во временах рекатолизации, а именно во время прибытия езуитов в конце XVI века. С этого периода приходит, по крайней мере, в словакской исторографии менее известная езуитская попытка создать высшее езуитское коллегиум, училище с славянским языком обучения. Целью создания такого учреждения за исключением рекатолизации венгерского королевства должны были быть и миссии к восточным славянам. Учитывая, что сами создатели этой концепции колебались в вопросе, какой язык должен быть языком миссии и какое письмо должны быть там употреблены. Глава ордена Клаудио Аквавива поверил венгерскому главному представителю езуитов сделать обширное исследование с помощью переписки между братьями, чтобы ответили на эти два вопроса. Из последующей переписки выделяются две письма езуитов из Силезии Теофила Кристика, действующего в класторе под Зневом, это на Словакии. В них он реагирует так, что языком коммуникации и обучения должен статься язык иллирский, то есть хорватский, глаголчина, хорватский вариант церковно-славянского языка. И письмом должна стать кириллица. К ответам Теофил Кристок добавляет и собственную филологическо-историческую аргументацию, и то, что имеет важное значение, ко второму письму приложил и список в настоящее время существующих текстов, письменных и печатных на кириллице и глаголице, которые в его время должны были быть в езуитском монастыре в класторе под Зневом. К сожалению, на сегодняшний день мы это потеряем. Планируемые действия и, к сожалению, были прекращенные восстанием Бочкая и наследующий уходом из территории Венгерского королевства, в принципе, в этой поре из Словакии. В последствии, в 1635 году в Тернаве был создан езуитский университет, основанный Петром Пазманем. Вопреки тому, что они отреклись от предыдущего плана преподавать на елирском языке, распространение кириломефодического наследства стало важной частью их программы «История, агеография и пропаганда». Этим посредством аналогично, как и следующей тематизацией в евангелично-протестантском среде, кириломефодическая традиция с 17 века стала неотъемленной частью идеологии словацкого народа. Позвольте предложить вашему вниманию короткое сообщение на тему международных отношений в регионе Среднего и Нижнего Падунавья в середине IX века и византийская миссия. Дело в том, что к середине IX века борьба за церковную принадлежность всей огромной территории между Восточно-Франциским королевством и Византией достигла своей кульминации. И баварские епископы при поддержке Восточно-Франциского короля Людовика Немецкого, и Папа Римский, и Константинопольский патриарх начали борьбу за обширные земли в Среднем и Нижнем Падунавье, которые принадлежали Великой Моравии, возникшей в 833 году после присоединения к Моравскому княжеству, и первым болгарским царством, уже вполне сложившимся на государственном организме. Великоморавский князь Востислав не был сторонним наблюдателем и тоже активно включился в эту борьбу. Дело в том, что территория Великоморавии до той поры составляла область миссионерской деятельности пасовского епископства. И священнослужители из Пасова не ограничивались только пастырской деятельностью, но стали орудием политического влияния Восточно-Франциского королевства. И при дворе князя Востислава, отказывавшегося признавать верховелство франков, созрело решение создать собственную церковную организацию. Первоначально, в 861 году, Востислав обратился к римскому платью Николаю I. Но Рим не пошел ему навстречу в папский престол, вероятно, из-за протеста баварского епископата. Тогда князь Востислав, не отказавшись от своих намерений, в 862 году направил посольство в Византию, к императору Михаилу III Мефисту из Фригийской династии. И здесь он повторил свою просьбу пригласить учителей, которые могли бы распространять христианскую веру на языке, понятном его народу. Император отнесся благословно к этой просьбе и в 863 году направил в Великую Моравию Солонские братья Константина и Мефодия. Константин получил прекрасное образование в Константинополе, поступил на службу хранителем библиотеки при соборе Святой Софии, что в то время было очень высоким академическим даже таким титулом и положением. После очередного внутриполитического кризиса в Византии Константин в 856 году вместе со своими учениками Климентом, Наумом и Ангеларием приходят в монастырь, где уже находился его старший брат Мефодий и в этом кругу единомышленников и зародилась мысль о создании славянской азбуки глаголицы. Она возникла на основе соломского диалекта македонских славянских племен драгувитов, сагувитов, смолян. И именно этот соломский диалект лег в основу языка переводов Евангелия, сделанных Кириллом Мефодием и в основу всего церковно-славянского языка. В 860 году Константин предпринимает хазарскую миссию, потому что оба соломских брата были выдающимися проповедниками христианства. В Хазарии он пытается переубедить Кагана отказаться от иудаизма и принять христианскую веру. В начале 860-х годов разворачивается болгарская миссия уже обоих братьев и Константина и Мефодия. Масштабы их роли в распространении христианства в Болгарии до сих пор не вполне выяснены, но совершенно очевидно, что своей проповедью они способствовали утверждению в стране христианства. А в 863 году разворачивается маравская миссия Кирилла Мефодия, результаты которой носили для большей части славянского мира поистине цивилизационные последствия. на первом этапе своей деятельности солонские братья основали в предваре князя Ростислава училище, где они продолжали переводить послужебные библейские тексты и готовили своих первых учеников. С приходом в Великую Моравию братья попытались вести богослужение византийского обряда, но вскоре отказались от этого намерения и уже в 864 году они перешли на западную практику литургии Святого Петра. После более чем трехлетней деятельности Великой Моравии Константин и Мефодий решили вернуться на родину. По пути они задержались в Нижнепанонском княжестве у князя Хоцелов в Латинграде. Нижнепанонское княжество современной славянской историографией считается вторым после Древней Карантани очагом национальной государственности современной Словении. И там у Хоцела якобы обучили грамоте еще 50 учеников. А из Нижнепанонского княжества продолжили свой путь в Венецию, где состоялся знаменитый диспут Константина Философа со сторонниками так называемого трехязычия, которые считали, что только древнееврейский, греческий и латинский языки являются сакральными, только на этих языках может идти богослужение. В Венеции обоих братьев застало приглашение в Рим, потому что они несли с собой часть останков святого Климента, обретенных в Херсонесском путешествии. В Риме они удостоились торжественного приема у папы Адриана II. Папа ознакомился со славянскими богослужебными книгами, одобрил их, посвятил Мефодия в священнике, а ученики братьев были посвящены тоже в священнике и в дьявках. В конце 868 года Константин в Риме заболевает и при чувстве близкой смерти принимает монашество, получив при посвящении схему имя Кирилла. И 14 февраля 869 года он умирает, взяв перед смертью со своего брата Мефодия клятвенное обещание продолжать начатую Великой Моравии деятельность. По просьбе Панонского князя Коцела Папа направляет, назначает Мефодия в начале в Готенград, в Нижнепанонское княжество, а потом расширяет его миссионерские полномочия и на всю территорию Великой Моравии. По всей вероятности уже тогда Мефодий был возведен в звание архиепископа и папского легата Великой Моравии и Нижней Панонии. Но направляясь в Великую Моравию, чтобы занять свою архиепископскую кафедру, Мефодий попадает в плен Франк. Тем временем в Великой Моравии к власти пришел новый князь Святополк в 871 году и в его лице страна получила исключительно способного правителя. В это же время в окружении Святополка начинают интересоваться судьбой архиепископа Мефодия, которого противозаконно держали в заточении. Церковь Великой Моравии была ослаблена против антифранкского восстания, прошедшего накануне. Во время этого восстания большинство баварских миссионеров были изгнаны из страны. Новый энергичный папа Иоанн 8 в 873 году резко выступил против баварских епископов и добился освобождение Мефодия из заточения. После этого Мефодий смог наконец вернуться в Великую Моравию и продолжить устройство самостоятельной моравской церковной провинции. Вершиной государственной деятельности Святополка стала отправка посольства в Рим в 880 году. Архиепископ Мефодий сообщил папе о желании Святополка отдать свою страну под прямой патронат престола Святого Петра, что Иоанн 8 с радостью принял. Этот акт был призван лишить Великую Моравию зависимости от поскольку франкского королевства. В ответ на категорическое требование Святополка папа с ним соглашается и учреждает епископство в Нитре и возводит в звание первого нитранского епископа Вихинга, бывшего гнегиптинского монаха. Образование нитранского епископства является несомненно свидетельством большой значимости Нитры как одного из двух великоморавских княжеств. В это время обостряются отношения между Великой Моравией и Болгарией, они воюют. Великая Моравия подчиняет себе Нижнюю Панонию и расширяет свою территорию вплоть до драмы. Уже в первой половине 880-х годов довершается дело архиепископа Мефотия Великой Моравии. Вместе с учениками он заканчивает перевод библейских текстов на старославянский язык, но его отношения со светскими властями скорее можно назвать натянутыми. Хотя святополк, верховный князь Великой Моравии, держит себя с ним почтительно, как с главой великоморавской церковной провинции, но отдает предпочтение латинскому богослужению, а его ближайшим доверенным лицом является нитранский епископ Вихинг. Именно Вихинг постоянно выступал против своего вышестоящего церковного иерарха и против славянского богослужения вообще, не гнужаясь даже клеветой и фальшивкой. Поэтому архиепископ Мефодий, незадленно своей смертью в 884 году, лишает Вихинга епископского звания. Однако 6 апреля 885 года Мефодий умирает, назначает перед смертью своим преемником Мараванина по происхождению священника города. После смерти Мефодия князь Святополк вступается за Вихинга, организовывает смешательство папы Стефана Пятого, следующего папы. Вихингу возвращают звание нитранского епископа, а после этого он начинает заправлять и делами всей Великоморавской церкви. Именно по его инициативе папа Стефан Пятый запрещает славянское богослужение, и в конце 885 года всех приверженцев в Мефодия, изгоняют из Великой Моравии, или продают в рабство. Большинство из них принимает Болгария, где они продолжили развивать традиции славянского богослужения. Начало Кирилл Мефодийской миссии, полное загадок и научных, так сказать, недосказанностей каких-то, продолжается в таком же духе. Через 30 лет происходит то, что филологи назвали транслитерацией глаголицы кириллицу. Ну, в существу, кириллица вытеснила глаголицу. Происходит это то ли с подачи учеников Кирилла и Мефодия, а может быть и с подачи болгарской властной и интеллектуальной элите, при царе Симеоне, который сам по крови был на половину греков. На кириллице развивается грандиозная письменность и культура русских, белорусов, украинцев, болгар, сербов, македонцев. Таким образом, за короткой конвой событий кроется огромный духовный подвиг святых равноапостольных просветителей славянства, канонизированных и православной, и католической церковью. Результаты их подвижнической деятельности породили мощную Кирилло-Мефодийскую традицию, которая легла в основу национального возрождения славянства в 18-19 веке, приведшего логикой истории к возникновению в конце 20-го века ряда новых или обновленных славянских государств. Своё выступление я хотел бы посвятить следующей теме. Представить святых Кирилл и Мефодия как духовных дворцов славянского мира. Имена святых Кирилла и Мефодия отзываются в сердце каждого славянина, которому не безразлична родная культура. По моему глубокому убеждению, Кирилл и Мефодий явились духовными дворцами нынешнего славянского мира и, возможно, заложили, пускай не края и угольный, но самый первый камень фундамент славянского единства. Прежде всего, важно напомнить, в чём состоял подвиг святых равноапостольных братьев Кирилл и Мефодий. Часто звучат представления о них как о создателях славянской азбуки и только. С одной стороны, это верно, но это не полно. Это предположение подтверждается тем, что азбука в память о одном из братьев именуется Кириллицей. Это действительно так, но следует помнить, что это лишь малая часть того, что удалось сделать Солуньским братьям. Создание славянского письма не было инициативой братьев. Это была часть политики, которую проводила Византийская империя. И братья были ревностными исполнителями этой политики. Проводил политику Константинополь в деле приобщения народов христианства. И в отличие от Рима, который активно христианизировал Европу и одновременно ее активно латинизировал, насаждал латинский язык богослужений, иерархи бизантийской церкви считали, что народ должен слушать в церкви и читать божественное слово на понятном родном ему языке. Так, на основе греческого письма, к тому времени, уже имевшего вековые традиции в античной Греции, позже, в Римской империи, в Византийской наследнице Римской империи, были созданы письменности для коренного населения Египта, до арабского завоевания, для коптов, а также для армян и для грузинок. И вот, удивительно, но почти одновременно, в 60-х годах 9-го века, в разных частях славянского мира, созревают и происходят события, которые сегодняшним языком можно было бы назвать модернизацией духовного состояния, и не только духовного, но и политического славянских народов. такие примеры, как принятие христианства Болгарии, 864-65-е годы, маравская миссия братьев Кирилла и Мефодия, 863-й год распространения там христианства, и обращение к варягам призвания Рюрика в 862-м году эльменскими славянами, посольства старейшины гостомысла. Удивительно, что эти события между собой, ну, по сути дела, никак не связаны, и по-другому, как гумилёвской пассионарностью, это объяснить никак невозможно. Но они назрели, и они произошли. И если в Новгороде эти мероприятия воплощаются в попытки социального устройства, которое современными исследователями воспринимается, как начало восточнославянской государственности, то в Моравии, на территории столице Моравии, в Велеграде, государство в историографии получило название Великая Моравия, решаются на шаги, ведущие к приобщению к христианству. Но такому христианству, которое бы не вело к утрате связи с родным языком и повседневной культурой славянства. Эти судьбоносные решения оказываются на культурно-политической оси из Варяг греки. Новогородцы призывают варяжского князя Рюрика, который раздает в управление своим дружинникам города, в том числе и наш Полоц. А Великоморавский князь Ростислав обращается в Константинополь с просьбой прислась учителей Божественного Слова для его народа. И эти события происходят практически одновременно. Посольство Гостомысла 862-й год, посольство Ростислава 863-й. Мы знаем, что сказали послы от новгородских славян, варягов. Слова, по сути дела, легендарные и пророческие. Земля наша великая и обильная, а порядка в ней нет. Приходите, княжите, владеть нами. Мы не знаем, что сказали послы Ростислава. Но они предложили византийским миссионерам не землю, они предложили, по сути дела, свою душу. И душа славянского народа, Великой Моравии, попала в хорошие руки. Этими руками были Кирилл и Меходий. Выбор падает на них не случайно. Прежде всего, потому что они относились к культурнейшим людям империи. И кроме того, славянская языковая стихия им была знакома с детства. Они выросли в городе, который греки называли фессалоники, славяне Соломь. Это второй по величине и значимости город Византийской империи. Сейчас-то греческий город Фессалоник. Есть сведения есть сведения о том, что славянкой могла быть мать братьев, но даже если это не так, стихия славянской речи не могла миновать их в этом греко-славянском городе на берегу Игейского моря. С детства братья прекрасно знали древнеславянский язык, на котором говорили многие в Солоне, не говоря уже о том, что окрестности этого города были сплошь славянизированы. Мефодий был старшим из семи братьев в семье. Кстати, происходили они из очень знатной семьи. Их отец был городоначальником Фессалоники, Эпархом. Ну, как мэр города, по-нашему, что ли. Константин, будущим Кирилл, самый младший. Мефодий до пострижения в монахе сделал неплохую военно-административную карьеру, уничавшуюся постом стратега одной из византийских провинций на территории современной Македонии, то есть славянской провинции. Константин обучался у лучших учителей Константинополя. Обучался философии, диалектики, геометрии, арифметики, риторики, астрономии, а также различным языкам. Его учителями были легендарный патриарх Фотий, будущий патриарх в то время еще нет, и император Лев. По окончанию учения Константин принял сан Иерея, поступил на службу при соборе Святой Софии в Константинополе в качестве хранителя библиотеки. Кроме этого, он преподавал философию в высшей школе столиц Магнаври. Таким образом, Константин Кирилл является также еще и вузовским преподавателем. Поэтому за ним закрепилось прозвище философ. На одном из богословских диспутов Кирилл одержал блестящую победу над многоопытным вождем оконоборцев, бывшим патриархом о нем, что принесло ему широкую славу Риттера, человека, умеющего говорить, в Византийской империи, в Константинополе. Понятно, что именно такие подготовленные люди и должны были нести светоч христианство там, где его еще не было или был, но в недостаточной степени. Прибыв в Велиград, в Великую Моравию, братья создают две азбуки. Ни последовательность их сознания, ни цели такой двойной работы достоверно неизвестны. До сих пор по сути дела это область гипотезы. Обе азбуки, глаголица и кириллица, даже для очень обученного глаза выдают свое родство с греческим письмом, обнаруживают сходство с разработанными до них алфавитов. Глаголица округлостью, похоже на армянское и грузинское письмо, кириллица преобладанием прямых на алфавит хопт. Кирилл и Мефодий стали первыми славянскими фонетистами, сумевшими найти для славянских звуков буквенные очертания. Наш народ, наши предки не только заговорили, но и начали писать. Это было самой первой ступенью к совершению того труда, которое взяли на себя соломские братья. Они должны были перевести на славянский язык книги, которые читают на службу христианской церкви, а потом записать эти новые для всех слова на пергаменте, положив начало славянской книжности. Значит, Кирилл и Мефодий были не только славянскими фонетистами, но и замечательными переводчиками, творцами славянского слова, одним словом, создателями литературного языка всех славян и основоположниками традиции славянской письменной культуры. Ученики святых братьев продолжат их дело в Болгарии. Среди них Климент Ахридский, первый епископ славянин в мировой истории, который основал знаменитую Ахридскую книжную школу. К подвигу Кирилла и Мефодия также относится миссионерская деятельность братьев, которая является предметом живого интереса историков. Кирилл и Мефодий участвовали, как уже было сказано, в трех внешних миссиях Византийской империи, в миссиях Византийской империи, Хазарской, Болгарской и Моравской. Моравская миссия наиболее изучена и лучше всего описана в разных источниках. Я не буду подробно о ней останавливаться, скажу лишь только с 863 по 867 год братья успешно действовали в Моравии, проповедуя, совершая богослужения на славянском языке. На примере Моравской миссии братьев мы видим основные черты Кирилла Мефодийской традиции. Во-первых, это использование родного языка богослужения, особенно в проповеди Евангелия. Одновременно делался упор на перевод Библии на понятный народу язык. Во-вторых, к духовному служению просветители Кирилла Мефодий привлекали представителей местного населения. В-третьих, опора на местное население порождает еще одну особенность, церковное самоопределение. Процесс обретения церковной самостоятельности или автокефалии мог затянуться на долгие годы или века, как на примере России, когда патриаршество было создано только в 16 веке. Тем не менее, именно этим венцом завершились труды просветителей. Те страны, те народы, которые приняли их традицию в полном объеме, добились, как правило, своей церковной независимости. А церковная независимость была важным фактором становления и развития национального государства. В этом главный итог деятельности Кирилла Мефодия. История жизни Кирилла Мефодия заставляет серьезно задуматься о вопросе духовного наследия, духовной традиции. Парадокс. Но их просветительская деятельность в Моравии, их отстаивание права на богослужение на славянском языке, там, где они начинали, в конце концов, завершилось полным поражением. Но не в этом суть. Однако неожиданное их дело проросло в Болгарии, затем в Сербии, на территории восточных славян. И наследниками Кирилла Мефодия в Сербии, традиции стали те, кто воспринял их не по букве, а по букве и по духу. Весь славянский мир. Что актуально для нас сегодня в жизни святых Кирилла Мефодия? Если обобщить все направления их деятельности, то можно смело назвать, что они стали виновниками возникновения новой культуры, нового мира в Европе, славянской культуры и славянского мира. Стремление Кирилла Мефодия передать учения Христа в новых формах, а именно на языке, понятном другому народу, с абсолютно иной, чем в Византии, откуда они сами были, культурой и укладом жизни, привело к возникновению славянской культуры. Все славянские народы являются наследниками святых братьев. Сегодня почти во всех славянских странах введен праздничный день в честь святых Кирилла Мефодия. У нас он называется День славянской письменности и культуры, имеет давние традиции, отмечается 24 мая каждый год. Не случайно именно в этот день по церковному календарю отмечают праздник памяти равноапостольных Кирилла Мефодия. Сам праздник объявлен в 1986 году, когда отмечалось 1100-летие представления Мефодия. В 1991 году принято постановление на государственном уровне еще в рамках Советского Союза и ежегодном проведении Дня славянской письменности и культуры. Ежегодное проведение этого славянского праздника ведет к углублению сотрудничества между славянскими странами, к единению славянских народов, к укреплению единой мировой славянской области. Как ни странно, но именно на 24 мая чаще всего в нашем университете, в нашем факультете приходится зачет по предмету истории южных славян, которые я считаю. И мне приходилось неоднократно вступать по линию с студентами. Вот последний раз, когда эта полемика была, я спрашивал у студентки одной, верите ли в единство славянское, в наличии единого славянского мира. Она задумалась, была видна глубокая мысль на ее лице, и она сказала, нет, не верю, Сергей Сергеевич, а что же нас объединяет, скажите, пожалуйста. Мне стало очень стыдно за такое понятие у студентки Белорусского государственного университета. Хотя бы деятельность Кирилла и Мефодия. Пускай не самый важный, но, возможно, первый камень фундамент славянского единства. фундамент этот нам, историкам, нужно знать, ценить и исследовать. 1 января 2007 года в истории болгарского государства и болгарского народа произошло очень важное событие. Республика Болгария стала полноправным членом Европейского союза. наряду наряду с греческим наряду с алфавитом и латиницей. так, таким образом, таким образом, вновь, вновь, через много лет, судьба славянских букв, созданных Кириллом и Мефодием, оказалась очень тесно связана с судьбой Болгарии, с судьбой болгарского народа. Первый раз это случилось в тот момент, когда Болгария гостеприимно приняла учеников Кирилла и Мефодием, и они оказались после преследований в Моравии в болгарском государстве средневековом. Посвятившие жизнь делу просвещения славян, Кирилл и Мефодием, работали в окружении близких сотрудников-учеников. До нас дошли имена немногих из них, но исторические источники указывают на их несомненное участие уже на начальном этапе в работе по созданию славянской письменности. Кирилл и Мефодием со своими учениками встречаются в Риме с папой Николаем I. По просьбе князя Котила обучает 50 учеников в Панонии на месте. Мефодий к концу своей жизни возможно едет в Царьград с учениками. Они помогают ему перевести Библию, а потом принимают участие в его похороны. После смерти Мефодия в 885 году в Моравии начинается гонение на славянскую письменность. Епископ Нитронский Вихинг, баварец по происхождению, заклятый враг Мефодия занимает его место. Новый папа Стефан V запрещает использование славянского языка в богослужении. Борьба с учениками Кирилла и Мефодия начинается с острых споров по догматической проблематике, по вопросу о происхождении Святого Духа не только от отца, но и от сына. Вихинг и его люди обвиняют учеников Мефодия в подготовке заговора против князя Святополка. О количестве учеников в пространном житии Климента, написанном на греческом языке в XII веке, сказано. Их было немало, только служители алтаря насчитывали человек 200. Учеников с должностями учителей подвергают мучениям в тюрьме, передают, цитирую, жестоким солдатам, немцам, для того, чтобы они их отвели в придунайские области. Как свидетельствуют исторические источники, ученики Кирилла и Мефодия отправляются именно в Болгарию. О ней они думали, надеялись, что она готова дать им спокойствие. Стараясь идти по возможности незаметно, боясь слежки, они расходятся в разные стороны. Часть остается в Моравии, другие оказываются в Хорватии и приносят с собой благолитческую азбуку, которая сохранялась там на протяжении длительного периода. Третья часть была продана евреям. Как сказано в житии наума одного из учеников Кирилла и Мефодия, никто из них не завершил свою жизнь в рабстве. По основным источникам нам известны имена следующих учеников славянских первопросветителей. Гораст, Климен, Наум, Ангеларий, Савва, Лаврентий, Константин, Игнатий, Лев, Юаким, Лазарь, Симон и Драгаис. Последние шестеро из них были спутниками Мефодия в его изгнании в монастыре Райхенау. Гораст определен Мефодием в качестве наследника. Ему тот поручает и продолжение борьбы. Тем не менее, Вихинг свергает Гораста с пост епископом. Вероятно, Гораст был в группе учеников при посещении Рима в 867 году. Следы Гораста и Лаврентия с момента их изгнания теряются. Вероятно, они тайно вернулись моралью. Косвенно это подтверждается сведениями в житии Климента о моравском происхождении гораздо. Есть версия, что Лаврентий и Савва это одно лицо, но некоторые исследователи допускают, что все-таки они были разными людьми. С Болгарией напрямую связаны Климент, Наум, Ангеларий, Константин. И в наше время Болгарская Православная Церковь почитает День памяти святых семичисленников. Есть в центре Софии любимый очень почитаемый жителями Софии храм, который именно так и называется «Святые седьмочисленники» или «Святые семичисленники». Почему семь? во-первых, во-первых, это связано и с тем, что семь издавна считалась священным числом, но здесь явно в число, в количество семей входят Кирилл и Мефодий и пять его учеников, а именно Климент, Наум, Ангеларий, Константин Гораст. Первые трое, Климент, Наум, Ангеларий, из Моравии по Дуная добирается до Болгарии. Их путь подробно описан в пространном житии Климента. Управитель Белграда, а Белград в то время находился в пределах болгарского государства, Боритакан, в других источниках его называют Радиславом, направляет их как драгоценный дар в болгарскую столицу Плиску. Царь Борис Михаил, выслушав их рассказы, поселяет их в дома богатых сановников Чеслава и Есхача. К сожалению, Ангеларий скоро умирает. Климент, Наум, становятся важными фигурами духовной жизни страны. В Болгарии оказывается и вторая группа учеников Солонских братьев. Они сообщаются в одном из житий Наума. Евреи отвели их в Венецию и продали. Представитель византийского императора Василия первого покупает их. В Константинополе одни восстанавливают свой духовный сан, другие отправляются в Болгарию. В этой группе находится и Константин, будущий пресвитер и епископ. Так, в конце 885 и начале 886 года в Болгарии оказываются две группы учеников Кирилла и Мефодия. Одна из известных, другая из неназванных. Это представители двух поколений, старого, их называют избранными и корифеями, и молодого в лице Константина. Они находят в Болгарии благоприятные условия для продолжения просветительской деятельности. К ученикам Кирилла и Мефодия присоединяются и посланы учиться в Византию молодые люди. Известно, что царь Борис посылает туда даже сына своего младшего, будущего болгарского правителя Симеона. Так, постепенно в Болгарии создаются предпосылки создания мощных культурных центров. Два из них формируются в первых столицах болгарского государства в Плиске и Великом Преславе. Третий в Охриде. Борис ставит задачу перевести с греческого необходимые для богослужения тексты. Ученики Кирилла и Мефодия переводят очень много книг. Наум представлен в Плиске с задачей организовать литературную жизнь в Восточной Болгарии. Он проявляет, однако, не только организаторские качества, но и писательские способности. После избрания Климента епископом, царь Симеон отправляет ему на замену Наума. Там он способствует дальнейшему развитию Охридского литературного центра. В житии Наума неизвестный автор сообщает также о строительстве под его руководством монастыря и церкви у Белого озера. Первое житие Наума называет его братом Климента. Можно предположить, что брат означает здесь не родной брат, а брат во Христе, но есть основания также толковать это сообщение в прямом смысле. Наум живая связь с Преславской и Охридской школ. В течение семи лет он развивает в Преславе деятельность, схожую с деятельностью Климента в Охриде. Под его руководством растут молодые кадры новой культуры, множатся переводы основных христианских книг, появляются оригинальные произведения. Симеон, как сообщает автор жития Наума, посылает его учительствовать вместо Климента. Пока не найдены труды, подписанные именем Наума, но, видимо, он написал немало, если Константин пишет в прологе своего учительного Евангелия о том, что был побужден к этому Науму. Болгарский ученый Эмил Гиргеев полагает, что Наум посвятил свои усилия задача снабдить церковь богослужебными книгами, как правило, неподписанными автором. Выполняя эту задачу, Наум делает исторический вклад в развитие болгарской и славянской культуры, а также литературы и церкви. Когда Кирилл и Мефодий отправились в Великую Моравию, Климент тоже был включен в их группу. После смерти Мефодия он вместе с Горастом возглавляет борьбу с латинско-немецким духовенством. И памятники, и его собственное сочинение, свидетельствует о том, что он умел защитить дело, которому служил, используя для этой цели подходящие аргументы и контраргументы. С приходом в Болгарию начинается второй период жизни и деятельности Климента, длящийся 30 лет. Как самый известный ученик Мефодия, Климент мог остаться в столице и получить руководящий пост. Но Борис, учитывая его желание вернуться в родные края, решает укрепить государство в удаленной от столицы области Кутмичевице. Царь назначает Климента учителем. Перед ним встает трудная задача действовать в приграничной области с сильным византийским влиянием. Для этого создаются подходящие условия. Кутмичевице административно отделяется от области Катоки, в которую ранее входило. Царь назначает нового управителя и издает приказ, согласно которому Климента обязаны встречать с почетом и предоставлять щедро ему все необходимое удостаивать его подарками. Во всех областях деятельности Климент добивается выдающихся достижений. Под его руководством получает образование 3500 человек. Он создает не просто учебное заведение, ликвидирующее элементарную неграмотность, а целый университет, в том смысле, в котором мы понимаем это понятие сегодня. можно говорить, что это первый славянский университет. Детей он учит в грамоте, чтению и письму, а взрослые усваивают современные научные знания. Как епископ он ставил задачу организовать болгарскую независимую церковь. Климент начинает строительство монастыря в Ухреде, там строят две церкви, одна из которых позже становится архиепископским кафедральным собором. В славяновидении существует теория о том, что Климент был автором кириллической азбуки и назвал ее в честь своего учителя, Кирилла. Она основывается на сообщении из краткого жития Климента, написанного, вероятно, Дмитрием Хаматьяном в 13 веке. Хаматьян пишет, он создал и другие формы букв, более ясные, чем те, которые создал мудрый Кирилл. Кириллицу ли он создал или нет, это не ясно. Некоторые исследователи теперь считают, что, если он создатель этой азбуки, более правильным было бы называть ее не Кириллицей, а Климентицей. В Охридской школе нашли применение своим силам несколько учеников Кирилла и Мефодия или только Мефодию, неизвестно. Самый известный из работающих в Восточной Болгарии и Преславии Константин Преславский. Данные позволяют утверждать, что он является одним из прямых учеников братьев. По вопросу, как же он оказался в Болгарии, есть две версии. Согласно одной, он был среди молодых учеников, проданных в рабство в Венеции, потом откупленных византийским императором. По другой версии, Константин мог быть пресвитером, оставленным Мефодием, вместе с диаконом и снабженным староболгарскими книгами при посещении Константинополя. Позже, по просьбе царя Бориса, его отправляют в Болгарию. Обладающий ораторским талантом и богословскими знаниями, Константин быстро становится выдающимся староболгарским проповедником. Его талант проявляется и в создании учительного Евангелия, первого систематического проповеднического труда староболгарской литературы. В своих трудах и переводах Константин Преславский проявляет себя как хороший стилист, который придерживается традиций и принципов перевода своих учителей. Константин также автор замечательных поэтических произведений, среди которых выделяется азбучная молитва. Восторженный гимн, состоящий из 40 стихов, начинающихся с очередной по алфавиту буквы. Поэтический талант Константина проявился и в области церковной поэзии. Археологические исследования свидетельствуют о широком распространении староболгарской письменности в IX-X веках. Вся литература, которая создавалась в Болгарии в то время, имеет просветительский характер. Это объясняется, во-первых, необходимостью удовлетворения потребностей болгарского общества после крещения, а также продолжением просветительской деятельности Кирилла и Мефодия. Ученики, их действующие в Болгарии, создают ряд произведений, в которых выражают свое глубокое почтение к ним. В этих сочинениях видно осознание своей миссии в том, чтобы следовать образцу, идеалу, эталону, по меркам, которого они пытаются строить свою жизнь. Автор пространного жития Климента выражает отношение болгарских книжников к личностям Кирилла и Мефодия следующим образом. Он, Климент имеется в виду, имел перед собой пример великого Мефодия и подражал ему. Ставя перед собой пример его жизни, как картину опытного в искусстве живописца, он усердно старался нарисовать себя по его образцу, потому что, как никто другой, знал его жизнь, так как с молодых лет сопровождал его и видел своими глазами все дела своего учителя. Приняв в конце IX века учеников Кирилла и Мефодия, обеспечив ему условия для спокойной работы, болгария вносит неоспоримый кварт в дело сохранения их просветительской гуманитарной миссии. Но дело братьев-просветителей принадлежит всему славянству. По словам итальянского словиста Рикардо Пиккио, староболгарская литература провозглашает рождение новой литературно-языковой цивилизации, закладывает основы нового важного периода в истории всего средневекового христианства. После греческой и латинской появляется третья славянская область цивилизации. В Болгарии воскресает из пепла дела первоучителей, культурная традиция сохраняется и передается другим славянским народам для того, чтобы пронести ее через века. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова